Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, знакомиться с их автобиографией. Американский художник Чарльз Спарк Пирс родился 13 октября 1851 года в Бостоне в семье богатого коммерсанта, торговца китайским фарфором. Мать мальчика была дочерью поэта Чарльза Спарка. Я пользуюсь википедией. В доме царила обстановка преклонения перед искусством, особенно музыкой. После окончания школы Чарльз в течение пяти лет работает в фирме отца, а затем в августе 1973 года по рекомендации художника Уильяма Морриса Ханта уехал изучать живопись в Париж. Пирс вместе с другим американским художником Фредериком Бризманом совершил путешествие по Египту. В это время он рисовал преимущественно жанровые картины, исторические полотна и портреты. Зимой в 1874-1875 годах Пирс уже с художником Уильямом Сартейном уехал на этюды в Алжир. В 1876 впервые выставляется в Парижском салоне. Это был портрет писательницы Элен Гардин-Колдфорд. В том же году одна из его работ появилась на Всемирной выставке в Филадельфии. Пребывание на Востоке оказало большое влияние на творчество Пирса в этот период. Художник часто обращался к библейским темам. В начале 1880-х годов Пирс, как и многие его коллеги, улегся японскому искусству и писал свои произведения в стиле японизма. Под влиянием произведений Бастиена Лепажа и Жана Франсуа Милле писал картины на тему из христианской жизни, все более приближаясь по выбору цветовой палитры к творчеству импрессионистов. В 1896 году закончил выполнение заказа в библиотеке Конгресса США в Вашингтоне на монументальную живопись. Был удостоен звания кавалера Ордена Почетного Легиона. Умер 18 марта 1914 года. Вот так вкратце у американского художника Чарльз Спарк Пирс. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.